Чему равна температура спутника, летающего в космической пустоте? Единственный способ, каким тепло передается в космосе, это излучение. Спутник получает энергию от Солнца и за счет этого нагревается. Но он также излучает энергию и за счет этого охлаждается. И установившаяся температура соответствует равенству этих двух энергий. Если бы все небо сияло как Солнце, то и любое тело внутри такой замкнутой сферы имело бы температуру Солнца. Но Солнце, когда мы смотрим на него со спутника, летающего вокруг Земли, занимает всего лишь одну двухсоттысячную часть полной небесной сферы. Поэтому температура спутника должна быть такой, чтобы излучение с единицы площади его поверхности было в 200 тысяч раз слабее излучения с поверхности Солнца. Но по закону Стефана Больцмана, тепловое излучение с единицы поверхности тела пропорционально четвертой степени его абсолютной температуры. Температура поверхности Солнца составляет 5800 градусов Кельвина. Поэтому для установления теплового баланса температура спутника должна быть меньше температуры Солнца, в корень четвертой степени из 200 тысяч, то есть в 21 раз. Делим 5800 на 21 и получаем 276 градусов Кельвина. Это хорошая оценка. Земля тоже является спутником Солнца. И средняя температура ее поверхности составляет 287 градусов Кельвина, чуть выше, чем 276 из-за парникового эффекта. Чтобы посмотреть, как происходит установление теплового равновесия в вакууме, мы пришли в лабораторию молекулярного практикума Новосибирского государственного университета. Внутри вакуумной камеры подвешены две медные пластинки. Поверхность левой пластинки полирована с обеих сторон. А у правой пластинки задняя сторона полирована, а передняя зачернена. Температура каждой пластинки измеряется с помощью отдельной термопары. Осветим пластинки мощной галогенной лампой, которая в нашем опыте будет играть роль Солнца. Через несколько минут температура полированной пластинки выросла с 24 до 41 градуса Цельсия, а температура зачерненной пластинки до 105 градусов. Но ведь пластинки не только излучают тепло, но и отдают его окружающему воздуху. Чтобы избавиться от этого влияния, закроем камеру и откачаем из нее воздух. Сейчас давление в камере примерно в 100 тысяч раз меньше атмосферного. Снова осветим пластинки лампой. Теперь зачерненная пластинка нагрелась до 215 градусов Цельсия, а полированная до 98, и она все еще продолжала медленно нагреваться. Допустим, что из 100 единиц падающей энергии зеркальная пластинка отражает 90 единиц, а поглощает 10. Тогда при установлении теплового равновесия, каждая ее сторона излучает по 5 единиц энергии. Допустим также, что зачерненная пластинка поглощает 90 единиц, а отражает 10. Как же излучаются эти 90 единиц? Зачерненная сторона не только поглощает, но и излучает в 9 раз больше энергии, чем зеркальная. Значит, она излучит 81 единицу энергии, а на долю зеркальной стороны придется 9 единиц. Смотрите, во второй пластинке зеркальная сторона излучает в 1,8 раза сильнее, чем в первой. Поэтому по закону Стефана Больцмана, абсолютная температура второй пластинки должна быть в корень четвертой степени из 1,8, то есть в 1,16 раза больше, чем у первой. Получается, что поворачивая спутник к Солнцу то зачерненной, то зеркальной стороной, мы можем в известных пределах регулировать его температуру. А что будет, если в космос вывести два спутника, у одного из которых вся поверхность зеркальная, а у второго вся поверхность зачерненная? У какого из этих спутников температура будет больше? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к нашему ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok